Горе войны ворвается вдруг и в сегодняшнюю жизнь. Эта встреча произошла в Москве. Дочь нашла своих родных. Во время войны маленькую русскую узницу фашистского лагеря Освенцем удочерила польская семья. И вот она снова на родной земле. Каждый день приходит в радиокомитет тысячи писем с коротким адресом Москва-Маяк или просто Москва-Агнии-Барто. И во всех письмах одна просьба помочь найти пропавших во время войны. Здравствуйте, вот вы какие. Пожалуйста, проходите вот сюда. Инна Кузнецова недавно нашла мать. Они пришли поделиться своей радостью к известной детской писательнице Агнии-Барто. Это она вместе с журналистами ведет по радио розыск. И каждая такая встреча радует писательницу не меньше, чем похвальные отзывы своих читателей. Вы мне писали, что вы ждали, что мама придет за вами, да? Да. Вот я смотрела в окно, смотрю, женщина идет какая-то. У меня настроение такое, это моя мама идет, моя мама. Она подходит ближе, ближе, эта женщина. Нет, не мама. Да. Я кушать даже не могла. Воспитатели меня, знаете как, кормили. Это я теперь только догадываюсь. Да. Они мне принесут кушать. Это вот тебе мама прислала. И я с именем мамы так скушаю с удовольствием. Да. С именем мамы. Я вот ее спрашиваю, мам, ты мне ничего не присылала? Она говорит, нет, я даже не знала, где ты. Ну и скажите, как она к вам пришла? Когда она появилась? Когда открылась дверь и вошла ваша дочь? Я узнала, я узнала ее. И носик ее узнала, губы узнала. Все же ей было восьмой годок, я же ее помнила. Ну да, конечно. Личик все равно, я его узнала, пусть она взрослая, а все равно узнать можно. У нее даже, вот если так посмотреть, у нее фигура, на мою фигуру похожа. Я все-таки хочу, чтобы вы пирожок сделали специально для вас. Спасибо, спасибо. Спасибо. Так что, пожалуйста, смотрите. За каждым из писем, которые приходят в радиокомитет, сложные человеческие судьбы. И если поиск увенчался успехом, люди пишут благодарственные письма. В них любительские фотографии, в память о самом счастливом дне. Брат нашел брата. Мать, сына, встретились брат и сестра. Мать нашла дочь и узнала, что она давно уже бабушка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова